Всем привет, с вами Юген. И сегодня будет нечто такое совсем неожиданное, в том числе и для меня самого. Удивительно читать толкованием псалмы. На сайте Азбука.ру есть такая книжечка «Псалтырь в святоотеческом изъяснении», и я не перестаю поражаться, как классно она составлена. Там представлены мысли святых отцов, как древних, так и современных, вплоть до оптинских старцев и отца Иоанна Кронштадтского по каждому стиху каждого псалма. Вот уж воистину духовная пища с любовью истолкованная псалтырь. А ведь это книга, из которой состоит 80% нашего богослужения. И не побоюсь сказать, что тот, кто понимает и знает псалтырь, понимает церковную службу и Ветхий Завет, и то, насколько Ветхий Завет неотделим от нового. Сегодня, к примеру, я прочитал толкование на 49-й псалом и хотел бы просто поделиться тем, что запало в душу. Этот псалом начинается так. «Бог богов, Господь глагола, и призвай землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие, красоты Его». В начале удивительные строчки «Бог богов». По толкованию святых отцов Господь называет людей богами по благодати и таким образом показывает нашу меру. Далее в 49-м псалме «От Сиона благолепие, красоты Его». И для меня гора Сион тоже какой-то особо близкий такой родной символ, в частности потому, что мне очень нравится песня Демиана Марли «Road to Zion». Куплеты там, может быть, и не наполнены особым смыслом, а вот припев другое дело. «Gotta keep on walking on the road to Zion on me». Мы должны идти, идти не переставая к святой горе Сион, а на ветхозаветном языке гора Сион – это место пребывания Бога, Его жилища. Этот образ впоследствии в понимании святых отцов переносится на Богом с данную церковь, где благолепие, красоты Его явлено в действии Святого Духа. Еще одна известная источка из Псалтирии – «Дивен Бог во святых своих», как свидетельство того, что Бог присутствует на Сионе. Его присутствие явлено через наших святых, через все святоотическое наследие, где мы находим неистерпаемый источник мудрости и вдохновения. Также это видно через календарный цикл Церкви, который преображает само время. Он учит нас молитвенно-литургическому созерцанию библейских событий и житий святых. Как раз это созерцание и возводит человека постепенно к тому, к чему он призван. Еще удивительны в плане понимания Ветхого Завета стихи с 9 по 13. Сейчас их прочитаю. «Не приему от дома твоего тельцов ниже от стат твоих козлов, яко мои суть все звери и дубравнии, скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сильная со мной есть. Ощев залчу не реку тебе. Моя бы есть вселенная исполнения я. Еда ям мяса юноча или кровь козлов пью». И дальше «Пожри Бога ведь жертву хвалы, и воздашьте Вышнему молитвы твоя». Эти стихи очень помогают понять всю странность, ну, с нашей современной точки зрения, Ветхого Завета. Зачем все эти жертвы Богу? Зачем проливать кровь животных? В чем смысл всей этой изощренной ритуальности, о которой мы читаем в Ветхозаветных книгах? Жертв Господь не хотел, они ему были не нужны, и это очень явно прослеживается в этих строках. И тем не менее, Господь их попускал, и по словам Иоанна Златоуста, исключительно для того, чтобы отвратить иудеев от жертвоприношения бесам. Ум их еще не дорос до чисто духовной деятельности, им было понятней, приятней, привычней приносить жертву. Но вот пришел Христос, принесший себя в жертву за всех, и таким образом исполнил всю эту Ветхозаветную ритуальность, которая оказалась ненужной. Как и сам нам об этом говорил, не пришел нарушить закон или пророков, но исполнить. И с тех пор жертвоприношения не приносится, и не только христианами. Иудеям, по иронии судьбы, после прихода Спасителя просто стало негде это делать, и храм был разрушен. И так исполнилось пророчество Христа о том, что истинные поклонники будут поклоняться ему не на каком-то определенном месте, а в духе и истине. Вот. Ну и на этом, наверное, можно закончить. Не знаю, насколько удачно, нужен и интересен этот формат. Поживем, увидим. Пока! Увидимся когда-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова